всем привет меня зовут таисия ковалева я художник дизайнер и сегодня я буду делать для вас обзор коробочки от doodle and sketch это doodle and sketch box open air коробочка предназначена для рисования на свежем воздухе но сегодня в москве очень сильный проливной дождь поэтому мы переместимся с вами уютное пространство где посмотрим что же находится в этой чудесной коробочке и как этим всем пользоваться итак давайте приступим открываем нашу коробочку doodle and sketch и смотрим что в этой коробочке визиточка малярный скотч этим скотчем мы будем закреплять нашу акварель листик батончики я думаю тут все понятно они нам пригодятся бумажные салфетки мы будем промокать кисть собственно сама кисть эта кисть с резервуаром для воды я вам еще поподробнее про эту кисточку расскажу вот она вот такая вот закрываем ее карандаш для наших зарисовок механический карандаш кстати я предпочитаю механический карандаш наклейки с мотивирующими текстами смотри вдохновляйся я надеюсь что так и произойдет так считай развивайся это обязательно твори наслаждайся чем мы и занимаемся жестяная коробочка крышку этой коробочки мы можем использовать как палитру это очень удобно давайте посмотрим какие краски у нас так кадми желтый средний ярко-голубая кадми красный светлый в общем то все наши основные цвета которые мы нарисуем сиена желтая сиена желтая а может показаться что этих цветов мало для того чтобы сделать какую-то какой-то рисунок какой-то акварель поверьте этих цветов более чем достаточно собственно ластик чтобы поправлять наш рисунок все это складываю коробочку так теперь в этой папочке мы найдем акварельную бумагу которую будем рисовать эта бумага очень разных фирм арш мульдерой лана акварели это очень плотная бумага хорошая стопроцентный хлопок дуделан скетч прилагает вам такой листочек где вы можете почитать про эту бумагу узнать про нее побольше мы с вами выберем один какой-то листочек я еще не знаю какой я не определилась и нарисуем нашу работу бумага вся очень хорошая в принципе я здесь могу взять абсолютно любой а листик и я точно знаю что у меня все получится в общем то здесь разграничение на финн сатин и торшон сатин это гладкая бумага финн это среднее зерно и торшон это очень крупное зерно торшон подойдет хорошо для каких-то фактурных работ сатин для гладких это иллюстрации а в финн в общем то такая бумага на которой можно мне кажется нарисовать абсолютно все еще у нас бумага для наброска в кройтер вот это нам точно пригодится этим будем пользоваться итак давайте давайте рисовать итак приступаем к нашему рисованию мы с вами будем писать цветок акварелью это будет гладиоз к сожалению не получилось найти гладиоз купить его чтобы писать его с натуре поэтому будем немножко визуализировать а в живописи как в литературе мы прочитали какое-то произведение мы можем заучить его наизусть и рассказать в один-один можем изложить близко активист к 100 можем изложить какие-то свои впечатления вот мы будем с вами сегодня излагать впечатление от цветка вы посмотрите как можно подать один и тот же предмет разными способами я вам покажу свой способ я уже все открыла красочки мы набросаем с вами карандашный рисунок и потом будем работать уже непосредственно красками так давайте спасибо 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 ну Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это кисточка с синтетическим волокном. Но что ее отличает от любой другой кисти? У нее есть резервуар с водой. То есть вот это синтетическое волокно постоянно подпитывается водой из резервуара. Поэтому эта кисть очень хорошо ходит по листу бумаги и очень четко. Она такая достаточно тонкая. Ну, давайте пробовать. Я еще возьму листочек для наброска в кройте. И мы будем на этом листочке пробовать наши цвета. Обратите внимание, что мы не пользуемся с вами готовой зеленой краской. Мы взяли из набора синий, который я вам показывала, смешали с желтым. И посмотрите, как по-разному себя показывает зеленый цвет, смешанный из двух цветов. Очень красиво. Продолжение следует... Я использую одну дополнительную краску. Честно говоря, я ее использую вообще везде. Поэтому вот она вот такая. Вот я ее прям с собой ношу. Это бордовая низкая палитра. Вот так вот я ее немножко ввожу сюда. Вместо крепления цветка. Мы, конечно, визуализируем, но не забываем о том, что цветок должен быть таким живым. Поэтому мы добавляем им никаких приятных подробностей. Сейчас мы вот так. Сейчас мы вот так. Мы можем сделать такой диалог нашего цветка и листиков. Размучим в каком-то месте. И немножко соединим, например, цветок с нашим листиком. Смотрите, как в зеленом всегда выигрышно смотрится контрастный цвет. Но вот не красный, а розовый в данном случае. Мы можем здесь выпустить красочку. Хорошая бумага всегда покажет вам очень красивые разводы. Бумаги экономить не стоит. Тем более, если вы только начинаете, если вы не очень смелые в своем творчестве. Вот Doodle & Sketch вам собрал просто отличную подборку бумаги. Не каждый даже знает, что есть такая бумага. Если вы только-только начинаете, вы можете, получается, сразу попробовать всю бумагу и определить для себя. Поверьте, нет такой бумаги, чтобы разом нравилось всем. Все работают на разной бумаге. У каждого свои предпочтения, свои претензии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И так, наша работа готова. Творите, повторяйте, пробуйте, смешивайте, наслаждайтесь своим творчеством, дарите свое творчество. Можно такую работу повесить дома. Можно подарить все, что угодно. Мы пользовались очень небольшим набором материалов. Хорошей бумагой, которую нам предоставил Doodle & Sketch. Подборкой красок. Это основные краски для художника. Отличной кисточкой. И у нас все получилось. Вот такой небольшой набор позволил нам творить и наслаждаться. Всем успехов! Жду ваших работ. Давайте посмотрим. В следующем году мы с вами Git. Уголовно-кушевая музыка. Продолжение следует... Продолжение следует...